Детали дела озвучивает Вадим Шестаков, начальник отдела пока еще милиции. Рассказывает, что в автобус стрелял студент-третий курсник. Будущий юрист, его приятель, который также проходил по этому делу, тоже студент Иркутского вуза. Следствие ведется по двум уголовным делам. Умышленное уничтожение имущества и причинение вреда здоровью. Потерпевшим считается только водитель автобуса, которого ударил один из нападавших. И то, как выяснилось, мужчина готов на мировую. Он уже сказал, если мне заплатят 100 тысяч, я вообще откажусь от дела. Тут факт, что в автобусе находились дети, которые пережили сильный стресс, оказался вне правового поля. Подозреваемые, как было заявлено, утверждая, детей не видели, были увлечены происходящим на дороге. Автобус якобы создал аварийную ситуацию. Представители школы парируют. Наличие детей в автобусе было делом очевидным. Они знали, что там находятся дети. У нас, в отличие от них, стекла были не затонированы. И после первых двух выстрелов выскочила учительница, которая присутствует здесь. Встала перед автобусом и сказала, не стреляйте, там дети, дайте нам уехать. Здесь же в зале представитель со стороны родителей рассказывает на место происшествия. Мамы и папы приехали раньше полиции. Успели за считанные минуты. А экипаж на вызов приехал через два часа. На резонный вопрос, почему, поступил ответ. Все полицейские разъехались на другие задания. Охраняли порядок на мероприятия в честь 1 июня. Между тем, утверждают родители, после случившегося, их дети до сих пор не могут прийти в себя. Он уже не плакал. То есть он был, я думаю, в шоке. То есть он был очень сильно напуган. Он напуган до сих пор, то есть в прошедшей неделе. Он говорит, что когда закрывает глаза, то есть ему кажется, что он видит их с оружием. Дети думали, что будут стрелять по ним. Депутаты городской думы приняли решение усилить контроль за расследованием дела. В частности, по их мнению, совершенное деяние можно квалифицировать по статье 213 Уголовного кодекса «Грубое нарушение общественного порядка с применением оружия». Вот только почему были определены другие статьи, предусматривающие более мягкое наказание? Этот вопрос, для правового решения которого депутаты намерены обратиться в прокуратуру. Ирина Гапончик, Раиса Селина, Николай Крупченко. Новости сейчас.